Хочется пару тоже слов сказать, просто в конце прошлого года я молился, и пришло такое, что провозгласить этот год, 23-й год, годом особенного упования, я читал место, которое пришло из Писания, и также пришли слова, что в этом году война в Украине совершенно неожиданно закончится. И мне приходят такие, знаете, просто мысли, слова, вчера и сегодня я поделился с женой своей, и сказал такие слова, что война закончится так же неожиданно, как она и началась. Никто не будет ожидать вообще этого, потому что ожидаю, что эта война затянется на несколько лет. Ну просто она потеряет всякий смысл, всякую мотивацию, всякое основание, всякий фундамент, всякую силу. И вы знаете, о чем я сегодня точно знаю, я не хотел бы, чтобы мы воевали или молились, не бих искал да си молим или да воювам, и скажу точно, колдовскими молитвями, чрез някакви вълшебни молитви, проклинали русских, да проклинами руснаците, или проклинали украинцев, или да проклинами украинците, или някой от хората, Господь нас призывает к другим нещам. Обаче Господь не призывал к другим нещам. Я знаю точно, кто стоит за этой войной. И откровенные сатанисты, которые все больше и больше и чаще приходят к власти. Во многих странах. Откровенные или скрытые сатанисты. Их задача. Это древняя стратегия. Разделяй и властвуй. Стравить между собой славянские народы, чтобы христиане воевали против христиан, чтобы братья воевали против братьев, чтобы отцы воевали против сыновей своих, и чтобы сыновья воевали против своих отцов. И смотрите, у сатанистов есть успех. И вот это страшно. И вы знаете, нам надо сакцентировать свои молитвы в очень верном и правильном направлении. Потому что когда мы молимся неправильно, или кого-то проклинаем, мы теряем силу. Мы выходим из благословения. Мы теряем помазание. Но когда мы молимся так, как Господь повелел, мы входим в Его силу. Помазание умножается. И днес бы я искал правильно да се помолим. Как? Писание говорит, Наша война не против крови и плод, но против начальств. Против мироправителей тьмы века сего. Против духов злобы поднебесно. Когда мы четко молимся, и не извергаем сатанинские силы, и не извлечем эти сатанинские силы под ноги нашего Господа. Когда у них ги хвырлями под нузети на наше Господь, еще о машинах. Сатанинские силы падают. Сатанинские силы падают. Сатана вынужден бежать. Сатана-то принуден добяга. И сатанисты теряют свою власть. И сатанисты губят власта. Потому что сегодня вся власть, она у Иисуса Христа. И в Иисус Христос. И у Церкви Его, которая молится правильно. Так как Господь повелел. Апостол Павел пишет. Не проклинайте. Мы не призваны проклинать. Но благословляйте. Мы призваны благословляйте. Вот эти уста. Ваши уста. Они призваны только для благословения. Мы не рождены во Христе Иисусе. Для проклятия. Да не будет это у нас. Да не будет это в Церкви Божьей. Давайте мы сегодня встанем. Давайте мы сегодня помолимся. Как Ишуа Машех нам заповедовал. Я просто поведу эту молитву. Она не будет долгой. Но я верю в то, что она будет правильной. И она будет в правильном помазании. В правильной силе. Правильната сила. И в силе Святого Духа. И основана на Священное Писание. Господь, мы молим Тебя. И мы противостоим сегодня. И си противопоставим днес. Властью Церкви. Через властта на Церквата. Лично против дьявола. Лично срещу дьявола. Дьявол. Дьявол. Убирайся вон с украинской земли. Махайся вон от украинската земля. Мы низвергаем все сатанинские силы. Ни заповядываем на всички сатанинские силы. Силы зла. Силите на злото. Всех демонов. На всички эти демони. Бесов. Бесовы. Под ноги нашего Господа Ишомаше. В краката на наше Господь Иисус Христос. Написано. Пише. Смиритесь под крепкую руку Божьей. Смиритесь под мощното Божьей рука. Противостаньте дьяволу. Противоставяйтесь на дьявола. И убежит от вас. И то, что избега. Сатана пошел вон. Сатана, махайся вон. Беги как можно быстрее. Со всем своим бесовским наследием. И мы благословляем. Славянский народ. Возлюби врага своего. Пока есть надежда. Научи нас проповедовать. Благовествовать солдатам. Быть на всяком месте капелланами. Да будут на всяком месте капеллани. В силе Святого Духа. В силе Та на Святие Духа. Чтобы спасать, спасать и спасать. Чтобы доносить Твое благое Евангелие. Задоносить Твое благое Евангелие. До каждого солдата. До всякий един войник. Господь, мы призываем прямо сейчас. И призываем и сега. Твой Божий заслон. Твое Божие упора. И самую мощную защиту. Иная мощная защита. Защиту в драгоценной крови Христовой. Защита Того вскопуцента, кровя на Иисус Христос. Приди прямо сейчас. Вчера погибло очень много мирных жителей. Ракета прилетела в многоэтажный дом. Господь, мы призываем Тебя. Да не будет этого. Защити украинскую землю. И пусть это война. Плотская война. Человеческая война. Как можно быстрее закончиться. Сверхъестественно. Пусть придет прямо сейчас. Твой Божий шалом. Твой Божий шаббат. Твоя Божия шихина. На украинскую землю. Просто сверхъестественная радость. Сверхъестественная радость. И невероятное Божие присутствие. И невероятно Божие присутствие. Пусть придет страх и трепет. Нека дойди страх и трепет. Перед всемогущим Богом. Перед всемогущим Богом. Который есть благоговение. Кое-то и благоговение. И любовь. И любовь. Исходящая с самого Бога. Произлиза, что от самия Бог. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Благодаря Тебе, всемогущий Бог. Благодаря Тебе, всемогущий Бог. За то, что Тебе когда-то послал. За това, че някога си испратил. Своя единородного Сына. Своя единороден Син. Чтобы всякий верующий в Него. За да може всякий, който вярва в Него. Не погиб. Да не загини. Но имел жизнь вечную. Но да има вечен живот. Спасибо Тебе за эту победу. Благодаря Тебе за тази победа. Которую мы имеем во Христе Иисусе. Която имаме в Иисус Христос. Един Бог в лоне Церкви Твоей. В Наша Церковь. Прямо сейчас. В Твою Церковь. Во имя нашего Господа. Во имя Туна Нашего Господа. Иисус Христос. И Иисус Христос. И народ Божий досказывает. И Божий народ не кака же. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Проглашаю победу Божьего Царства. Аллилуйя. Асана. Слава Тебе. Спасибо Тебе. Вся слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. И сегодня у нас проповедует наш брат. Наш брат. И солнечная Грузия. Солнечная Грузия. Брат Сергей. Прошу. Брат Сергей. С Рождеством, дорогая церковь. Пчасти то Рождество, скопа церковь. Не думайте, что я опоздал. Не мислите, часом не запаснял. Я вообще не совсем уверен, что это было в декабре. Но я не об этом сегодня. Я тоже хотел бы, как маленькое свидетельство, перед тем, как приступить к проповеди. Многие, может, по телевизору видели 90-е годы в Грузии, особенно на Кавказе, за Кавказе. Но зина, от вас, по секурному, себя виждали по телевизору 90-е годы в Грузии, в Кавказе. Были войны. Чи имя у войны. С одной стороны Армения и Азербайджан. Вот одна сторона Армения и Азербайджан. С другой стороны Грузия и Абхазия. Вот другая сторона Грузия и Абхазия. С третьей стороны Абхазия и Асетия. Вот третья сторона Абхазия и Асетия. и през тези години съм был там когда нету ни света нету никакой информации есть озлобление только лишь и вдруг мы собралися церковь на Рождество я не запомнил ни одну проповедь там я запомнил ни одна проповедь я запомнил на всю жизнь запомнил саму за целый живот конец этого праздника когда такие вот братья с Армении подбегают и целуют азербайджанцев грузины и осетин абхазцы целуют всех подряд и вот это я запомнил и подумал ну карта эти люди они отличаются чем-то я к этому еще вернусь и сегодняшняя моя тема конечно же Рождество и днешната ми проповедь разбира се е за Рождеството думал с чего начать начну с самого начала как только Библию открываем и читаем что жизнь Бога и человека вместе Бог с Адамом и Евой общался что там наверное они ему рассказывали это не описано но было какое-то приятное общение представьте что у вас есть какой-то очень близкий человек которого вы давно не видели у Бога точно такое же сердце и Бог има същото сердце он соскучился по этому общению на него му и домашняло за това общение потому что оно прервалось из-за греха когда Бог уже понимал что человек сколько ему не даешь шанса он мало что он придет к тебе и когато Господь разбрал че колкото и шансов и да му дава човека может да не се върне при тебе то он сказал что я буду среди вас тогава той казва че аз ще съм сред вас в левитом 26 главе левит 26 глава с 11 по 12 написано 11-12 стих пише и поставлю жилище мое среди вас и душа моя не возгнушается вами и буду ходить среди вас и буду вашим богом а вы будете моим народом смотрите это единственный бог который сказал такие слова все остальные боги в кавычках они где-то на олимпе находились в каких-то недосягаемых местах а он говорит что я буду среди вас когда мы читаем у захарии захария 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 вторая глава вторая глава 10 и 11 стих 10 и 11 стих здесь написано ликуя веселись шерсть сиона ибо вот я приду поселюсь посреди тебя говорит господь и прибегнут господу многие народы в тот день и будут моим народом и я поселюсь посреди тебя и узнает что господь послал меня к тебе я как-то раньше думал почему так происходит говорят что произошла такая история после она зайдет фольклор многих народов как мудрая притча был какой-то царь и чувствует что ему очень хорошо все нормально но он хотел посмотреть как его народ любит или нет он переоделся в нищинскую одежду и пришел по улицам по базару прошелся подошел ко всем которые занимались торговлей и как только он подходил в таком бедном он видел отношения народа но он после того как послушает их и поймет что они плохо к нему относятся как к нищему он показывал печать царскую царскую печать царскую печать после которой он говорил вы же слышали что я издал указ что в моем царстве нельзя так поступать но и как только он провел вот этот свой маршрут по всему городу он вернулся обратно и его царство изменилось то же самое происходит и в нашем случае Бог много раз через своих пророков говорил что к вам придет мессия и каждую субботу собиралися евреи и ждали мессию грозного много страшен потому что я только что прочитал написано что от господа циваота бога воинства он придет только приходили какие-то захватчики все евреи молились и ждали вот наверное сейчас этот момент и когато с момент многие думали что там молнии какие-то будут метаться какого-то сверхъестественное будет что-то много хора си мислили но но никто не ожидал что он родится в яслях царь царей я хочу вам прочитать исаи седьмую главу иска прочитай исаи седьмую главу четырнадцатый стих мне так лучше и так сам господь даст вам знамение все девы во чреве примет и родит сына и нарекут ему имя ему эмануил многие сразу же вспомнят что в новом завете написано о том что эмануил что значит с нами бог но я хочу разрушить этот стереотип дело в том что на арамейском и на иврите так не звучит это если мы скажем эману это означает что-то внутри эману может сказать аня эману или дим внутри ребенок или дети но никак не может сказать эману там кто-то с нами рядом то есть это означает только внутри я могу сказать этану аня она с нами и вот когда ему дали это имя эмануэль это означает не рядом с нами а внутри нас когда когда же я читаю внимательно про имя то в самом начале нового завета в матфеи первой главе первая первая глава значит произошло значит чудесно способом забеременела Мария от святого духа и Иосиф уже решился ее отпустить так как он наверное и любил ее и написано был муж праведный он не хотел иска да я пусне да се трыгне защото я обичал и не искал по някакъв начин да я наринят и он просто знал что если узнают и той знал че ако хората разберут или ее забьют камнями или ее изгонят он решил ей написать как разводное письмо и той решил напиши разводное письмо в эту ночь к нему приходит ангел и говорит еще раз Иосиф сын Давидов не бойся это с 20 стиха я читаю Матфея первую главу Иосиф сын Давидов не бойся принять Марию жену твою ибо родившие в ней есть от Духа Святого родить же сына и наречешь ему имя Иисус ибо он спасет людей своих от грехов их не бойся Иосиф первая глава 20 второе имя мы читаем Иисус второе имя читаем Иисус я не знаю почему переведено было это имя потому что когда читаешь Ветхий Завет там много Иисусов но первое кого вы вспомните наверное это Иисус Навин хотя если кто читал Библию помнят что его имя было Осия на арамейском Осия на арамейском Осия Осия да Спасение Спасение Ему дано имя Его Шуа отсюда понимаем кто спасает Бог Ошия 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 на Бен Давид Вы читали это много раз Осана Осану сыну Давидову это не возглас радости это спаси нас сейчас же спаси нас сейчас же а что я читаем в Матея когато говори Ангелот его имя Ешуа он спасает сейчас в данный момент если ты еще не знаешь где тебе ждет радость радость от того что тебе простили все грехи и твоя жизнь изменится это там где ты слышишь имя Ешуа в греческом я не знаю по какой причине может быть нет шипящих букв поэтому мы знаем его как Иисус имя которое превыше всего знаете один мой друг Артур Симонян мой приятель Артур Симонян я его так называю друг потому что два раза с ним молился он сказал очень хорошую вещь если ты справляешь Рождество ты молодец это историческое событие но если ты справляешь Рождество Иисуса в своем сердце это твоя жизнь твоя вечная жизнь знаете в Колоссянах первой главе первая глава 26 27 стих 26 27 стих так написано тайну сокрытую от веков и родов ныне же открытую святым его которым благоволил Бог показать какое богатство славы в тайне сей для язычников которая есть Христос вас упование славы здесь как раз написано Христос вас то есть внутри вот что означает его имя Христос вытри вас между вас когда читаю я Деяния апостолов я здесь нахожу имя где имена где записаны каждый из нас на миром имена записаны от всех един от нас да на самом деле оно записано и это место написано в Деянии апостолов в 12 главе пиши Гову в Деянии 12 глава то есть извините 11 глава 26 стихе то есть 11 глава 26 стих целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами для того чтобы более понятно была моя проповедь я хотел бы вам наглядный какой-то такой пример привести кто-нибудь был из вас в Грузии отлично значит вы знаете что такое хачапури кто знает что хачапури поднимите руки отлично надо было с этого начинать хачапури это грузинское такое пирог хачапури грузинское ясти в переводе означает хлеб и творог но из-за того что не всегда было творог начали использовать абсолютно все и класть внутрь значит фасоль по-грузински лобио и спрятать его внутри в хлебе его назвали лобиани если внутри сыр ложили по-грузински сыр это квели то означает квелиани то есть внутри сыр если Христос внутри то кто мы слава Господу дорогие друзья я хотел бы сейчас также и спеть песню она старая может кто-то ее знает я ее слышал только один раз от одной сестры но мне эта песня очень затронула потому что если у вас не осталось памяти в телефонах записывать эту проповедь то мини-проповедь это та песня мини-проповедь это песня баллада о Христе баллада за Христос святое место все внутри все все внутри все внутри когда волнуйся аж пальцы не слушают сэр в той стране где под небом стоит ифлеем на востоке увидели волх и звезду в той стране родился Иисус на заре и запели все ангелы в райском саду и младенец прильнул к материнской груди и Мария слезу ранила украдкой трудный путь ожидает его впереди а дитя безмятежный спал тихо и сладко что ждет тебя малыш пока ты крепко спишь и с молоком святую впитываешь силу что ждет тебя дитя когда спасать придя увидишь гнев толпы что в душу грех пустила на земле где неведомы мир и покой где твой храм оскверняют святыни не чтут иисус мой придется тебе нелегко нам царем иудейским тебя нарекут а когда ты нести будешь правду свою кто-то будет сколачивать крест с упоением кто-то гвозь отольет но в далеком краю станут тем кто услышал твое откровенье что ждет тебя иисус я плачу и молюсь и в этот час спасая мир идешь на крест молись весь род людской и сердце мы строкой ведь ради нас он был распят и вновь воскрес стой пары то ли в радости то ли в беде имя божьего сына у всех на устах с той поры не встречал я на свете нигде веры более святой чем вера в христа и свет ее затмил все звезды миры он лишь младенцем был тогда достал спасителем он землю напоил источникам добра и нам прощение открыл святой обители святой стране где под небом стоит вифлеем на востоке увидели волхвы звезду слава господу спасибо спасибо